One finger. Так, и little finger или, кто помнит, pinky finger. Ага, отлично. Хорошо. Теперь все пальчики обнимаются, кроме большого. Большие стоят. Так, теперь основания ладоней вместе, а пальцы вместе ходят. А большие стоят и основания стоят. И стараемся быстро-быстро-быстро-быстро-быстро синхронизируем. Так, прекрасно. Так, теперь вот так вот. И стараемся не хлопать, только шуршат руки. Быстро-быстро-быстро-быстро меняем. И успеваем еще сжать ладони. Не хлопаем, только шуршим. Хорошо. Так, теперь делаем сердечко. Завтра вечером уже друг к другу привыкнем, будем не хотеть расставаться, будем друг другу показывать сердечки. Так, хорошо. Одной рукой от себя. Делали это уже? Да? Нет, не делали? Делали. Кто-то делал, да? В первое занятие, по-моему, делали. Да? Другой рукой на себя. То есть отключите мозг. Вот делайте вот так вот. Крутите, 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 крутите. Переключите свое внимание на ту руку, которая сейчас не крутится. А это пускай сама по себе. Переключайте свое внимание на ту руку, которая не крутится, и начинайте ее крутить на себя. Да. Потом отключайте свое внимание от обеих рук и начинайте вот так танцевать вокруг собственной оси. Все, хлопнули в ладоши. Молодцы. Так, ну что, наречия. Всего наречия можно разделить на три группы. Первое – это простые. И туда входят целая куча слов, которые мы даже не знаем, что они наречия. Например, now – сейчас, тоже наречия. Можем их разделить также на составные. Это, например, anyway. Ну, если на русский переводить, то это будет по-любому. Всяко-разно. Anyway. В любом случае. Anyway. Ну и самое основное, что нужно знать про наречия – это производные. Производные – это когда мы его производим, это наречие, от прилагательного. То есть мы берем прилагательное и добавляем к нему суффикс – l-y. И у нас получается слово. Например, берем слово медленный. Slow. Медленно будет slowly. Берем слово, не знаю, так, теплый, warm. Тепло будет warm-ly. То есть они поприветствовали нас очень тепло. Warm-ly. Наречия, как правило, показывают, что это образ действия. То есть вообще, в принципе, там целая куча у нас таких вот всяких слов. Наречия больше всего показывают образ действия. То есть отвечают на вопрос как. Их можно поделить условно еще по смыслу. Например, наречия частоты. Как часто? Например, обычный usual, а обычно будет usually. Редкий real, редко будет really. Вот таких вот достаточно много. Есть составные, например, иногда будет sometimes. То есть составные такие вот бывают. И можно их там еще поделить условно на наречия, которые образ действия не по частоте описывают. Например, тепло поприветствовали. Так, какие прилагательные, ой, наречия не образовываются от прилагательных, либо они просто совпадают по форме. Поехали писать исключения, а вы пишите ниже. Исключения. Я нам сейчас самые основные, они могут, а? Исключения для производных, да. Хороший good, хорошо будет well. Дальше. Быстрый fast и быстро тоже будет fast. Нельзя сказать fastly. Высокий high и высоко будет тоже high. Рано, ранний early, и рано тоже будет early. Может, потому что она уай заканчивается. Поздний будет late, и поздно тоже будет late. Внимание, если вы добавите вот этим трем словам суффикс l-y, вы получите другие слова. Есть слово highly, и это будет в крайней степени. Это тоже наречие, но это другое значение. В крайней степени. Я крайне ценю вашу помощь, то есть очень сильно ценю вашу помощь. Я крайне благодарен вам. Так, если мы добавим late, то у вас получится вообще другое слово. Lately означает недавно, за последнее время. Кроме всего прочего, есть еще такие слова, как great, великий. От него наречие мы не образовываем, чтобы как велико, величаво. Мы не делаем. Но greatly вообще другое значение несет, тоже так же, как и highly. То есть очень сильно, в крайней степени, в высокой степени. Greatly. И то же самое, largely. То есть для усиления значения. Highly, greatly, largely. Очень сильно, очень широко. Lately, за последнее время, недавно. Lately, за последнее время, недавно. А вот эти highly, greatly, largely используются для того, чтобы показать, что очень сильно, в крайней степени, в высокой степени, для усиления значения. Итак, исключениями из производных наречий являются хороший, хорошо, быстрый, быстро, высокий, высоко, ранний, рано, поздний, поздно. Эти четыре совпадают по форме, good, well, совершенно по-другому. Так же, как и по-русски, хороший, хорошо, но нет, все-таки они похожи, однокоренные. И когда мы добавляем суффикс ly к некоторым словам, меняется значение слов, как high, highly, другое значение, late, lately, и какой-то же еще был. Так, сейчас. А, да, забыла еще одно слово, hard. Помни же, что их пять. Hard. Hard – это трудный, тяжелый, и трудно-тяжело тоже будет hard. Но если вы скажете hardly, то это будет едва. I work hard – это я очень много работаю. I work hardly – я вообще так, чуть-чуть совсем работаю, едва работаю. I work hard – очень много работаю. I work hardly – я слегка работаю, отчасти, совсем чуть-чуть. I work hard – I work hardly. Итак, hard – трудный, hard – трудно, hardly – едва, едва ли. Теперь по сравнительным степеням у наречий. Практически все они являются более длинными словами, нежели… Вот мы сейчас про один слог говорили. То есть slowly, only – они уже идут двусложные. Соответственно, суффикс – er и суффикс – est к ним уже неприменимы. То есть более медленно будет more slowly и наиболее медленным темпом – the most slowly. Но это уже реже используется. Вообще степень сравнения у наречий используется в принципе реже, потому что ситуаций таких возникает меньше. Более тепло поприветствовали кого-то, чем кого-то другого. Там, к примеру, Путина в Китае поприветствовали более тепло, чем представители Зимбабве. More, warmly. Вот в таких случаях мы используем more. Most – оно просто по ситуации будет использоваться гораздо реже. Итак, делаем обзор по степеням сравнения у прилагательных и у наречий. У прилагательных. Три степени сравнения. Позитивное, сравнительное, превосходное. У позитивного ничего не меняется. И ставим as, as. Как думаете, для наречий можно так сделать? Так же быстро, как и? As fast as. Да, то же самое. Поставили сюда наречие, получили то же самое. Сравнительное, короткие слова, суффикс er, длинное слово more. Превосходное, короткие слова, суффикс est, слово the most. И наречия, которые бывают простые. А, исключения у прилагательных есть. Двойные стандарты и исключения по образованию форм. И наречия. Бывают простые, составные и производные. Производные, как раз на них есть правило, что берем прилагательный, добавляем ly, получаем наречие. Но, если мы говорим о таких прилагательных, как хороший, быстрый, высокий, ранний, поздний, трудный, то у хорошей, у well хорошо, а остальные не меняют свою форму. Но если мы добавим суффикс, то там получается другое значение. Highly. А? Fast нет ничего, fastly нет. Highly, крайне, greatly, largely, в высокой степени, lately, совсем недавно, hardly, едва ли. И степени сравнения у них образовываются точно так же. То есть, так же рано, как, я встаю так же рано, как и мама. Я живу так же высоко, как и мой босс. Я езжу так же быстро, как и сосед. I drive as fast as my neighbor. Положительную степень. Поставили между as, as, получили нужную форму. Если мы хотим сравнивать, я езжу быстрее, I drive faster. Я живу выше, I live higher. У коротких, да. А все остальные, например, у этих нельзя, они сами по себе сложны. Slowly, медленный. Медленнее, more slowly. И все, наимедленнейшим образом, это очень-очень редкие случаи. Так, и это все, что касалось прилагательных и наречий. Теперь делаем, вспоминаем, что у нас там было по частям речи. Предлоги.